Надоели опенкейсы, где ты никак не влияешь на результат? На VODKIT.RU решает только твоя интуиция. Всё просто, тебе даётся 5 сундуков, в каждом лежит приз. Сундуки рандомно перемещаются. Угадаешь сундук, где лежит премиум танк, и он твой. Вывод золота и танков проходит моментально на твой аккаунт VOD. Убедись и попробуй бесплатно. Заходи в VODKIT.RU, ссылка в описании. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на танке Panzerkampfwagen S35. Бой произошёл на карте Рудники. И стоит отметить, что игрок тут довольно-таки круто нагнул. Но есть некоторая подозрительность в его выцеливании врагов. Возможно, применение запрещённых модов. Хотя я точно не уверен, пишите в комментариях. Но, как бы, звук автоприцела тут воспроизводится. Вот это вот первый момент, который меня немножечко насторожил. Я в читах не очень хорошо разбираюсь, потому что я не читер. Это, в принципе, логично. Хотя, в принципе, хорошо знаю, как работают читы. Но конкретно в танках никогда их не применял. Ну и, как вы можете видеть, игрок на автоприцеле тут с самого начала выпиливает трёх противников. Стоит отметить, что это один из самых имбовых танков для нагиба в песке в топе. То есть, если этот танк попадает в топ, то есть вероятность уничтожить очень много противников. И не редкость то, что этот танк берёт одну из самых редких медалей в нашей игре. А именно, медаль героев «Рассиняя», которая выдается за уничтожение 14 танков. Ну и, кроме того, стоит отметить очень хорошее бронирование лобовое С-35. И, кроме того, неплохую динамику, как для такого тяжа, и высокую скорострельность. Но крайне низкое пробитие, что не позволяет этому танку эффективно действовать против таких серьёзно бронированных машин. Ну вот и второй вот подозрительный момент. Просто прилип тут прицел к танку, возможно, АФКшному. И очень хорошо игрок его пробивает. Но стоит отметить, что он на голде. И отлично, в общем-то, конечно же, с этим пробитием наносит урон. Вот разбирает ещё одного неприятеля. Практически отправляет его в ангар. И вот ещё один фраг в копилку. Шестой по счёту. Ну, союзники тут неопытные. Кстати, вот такой вот забавный момент. Произошёл союзник. Просто берёт и сам врезается в ПЗшку. И умирает, конечно же. Потому что ХП у него было мало. А ПТСАУ плохо бронированное. Ну и сам, в общем-то, он разбился. Но стоит отметить, что минус один фраг не считается, так скажем, в плане начисления медалек. То есть вы можете, например, уничтожить шесть танков, но одного союзника. То есть у вас как бы пять фрагов, минус один. Но воина вам всё равно зачисляет за этот бой. Это такая вот небольшая хитрость. Но ни в коем случае, конечно, не убивайте союзников и не стреляйте по ним. Только в крайней необходимости, если уж совсем вам какой-то бешеный олень не даёт играть. Только в этом случае им можно, конечно, бомбануть. Игрок забирает уже девятый танк по счёту. И это, конечно, впечатляюще. Как же он разбирает врагов. Тут союзник что-то начал стрелять по нашему бронированному паровозику. Итак, подъезжает тут СУ-76М. Картонная ПТСАУ, а также С-35 вражеский. Игрок начинает его разбирать. Очень быстро его отправляет в ангар. Опять-таки, какое-то немножечко странное поведение прицела. Ну, в принципе, в, так скажем, пределах погрешности. Ну, примерно, например, я бы так бы и выцеливал. Вот ПТ-шку тут уже сложно сказать. Тут игрок пытается, например, нащупать ПТ-шку. Ну, в общем, крайне спорно утверждать, что игрок 100% читер. И поэтому я не утверждаю. Я всего лишь, так скажем, говорю, что есть какие-то подозрительные моменты. Но это еще не значит на 100% что игрок читер. Хотя эксперты, конечно, в комментариях быстро все расскажут, пояснят. Жалко, они в моей группе не так активно пишут. А то в группу я этот реплей выложил. И там что-то никто, так скажем, не помог мне разобраться в этом реплее. Ну, и игрок уже делает 11-й фраг по счету. Это довольно-таки круто. И вот забирает он еще и АТ-1. 46 хп у него осталось. Нужно быть осторожным, чтобы арта не забрала. Ну, и, в принципе, медаль героев рассединяет не за горами. При этом, в общем-то, противники не такие уж и опасные. То есть, это арта, у которой картонное бронирование, не очень обзор. Но вообще низкоуровневая арта. Она плохо дамажит такие танки, так как у них очень крепкое бронирование. А у этих арт орудие слабенькое. Ну и так, игрок засвечивает первую арту. И без проблем с ней расправляется. Осталось найти Т-1. При этом стоит отметить, что враг зелененький по стати. Может быть, что-то придумает. А нет, он просто тут катается по полям и подставляется. И, конечно, игрок с ним расправляется. И в итоге получает медаль героев рассиняя. Медаль поскучий, невозмутимый, основной калибр и воин. 1700 урона он смог настрелять. 14 танков уничтожил. Результат весьма впечатляющий. Спасибо, друзья, за просмотр. Если данное видео было вам полезно, то не забудьте поставить лайк. Также подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Желаю вам удачи. Пока.